Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы поговорим о цветотипах внешности, но без фотографий сомнитостей и разноцветных платочков. В качестве примера я возьму ваши реальные фотографии со страниц Instagram. Почему так важно знать свой цветотип? На самом деле это сильно облегчит вашу жизнь и сократит время выбора одежды, косметики и даже цвета волос. Лишь определив оттенок и его теплоту вы с легкостью сможете сказать, подойдет вам эта вещь или нет, украсит она вас, сделает свежее, моложе или нет. У меня на канале уже есть два таких теоретических видео с примерами и тестами, но на этот раз я решила индивидуально разбирать цветотип каждой из вас. А вдохновил меня на это вот этот вот комментарий. И я подумала, почему бы и нет и оставила пост в Instagram с вопросом, было бы ли вам интересно, чтобы я определила ваш цветотип. Многие из вас меня очень поддержали. Давайте начнем с тех девочек, которые первыми отреагировали на мой вопрос. Первая девочка, фотографии которой мы будем сегодня очень детально разглядывать, зовут Ира. И вот такой вот у нее ник. На самом деле, здесь очень интересная история. Ира на меня подписана очень давно, практически с начала ведения моего канала. И самое интересное, то что она училась в одном классе с моим Сережей. В это просто невозможно поверить. Мы с ней виделись уже в реале. У нее очень интересное мышление, такой глубокий и разносторонний человек. Ну что, давайте посмотрим ее фотографии. Вот так вот она выглядит. И первое, на что я обычно обращаю внимание, это уровень контраста. Что такое контраст? Это разница между цветом волос и цветом лица, например. Или цветом глаз и волос. Насколько это смотрится воедино или наоборот, что-то сильно выделяется. Глядя на ее фотографию, тут сразу можно говорить о глубоком, насыщенном контрасте. Так как у нас темные волосы, контрастные темные волосы, здесь это важно. Мы исключаем светлый цветотип весны и более нейтральный, такой немножко размытый цветотип лета. Это или осень, или зима. На самом деле, очень сложно по фотографиям сказать, какой цвет кожи и какой ее потон. Но посмотрите на цвет глаз. Насколько он насыщенный и насколько прям белесыми выглядят белки глаз. Из-за вот этого вот контраста, это определенный цветотип зима. Причем темная зима. Какие оттенки в одежде ей пойдут? Обязательно чистые, никаких приглушенных пастельных тонов. Только чисто синий, чисто красный, чисто бордовый, без никаких серых или желтых примесей. Только посмотрите на вот эту фотографию с красными губами. Насколько ей в ней круто, да? А это просто идеальный макияж для зимы. Как видите по фотографиям, мне кажется, она подсознательно догадывается, что она зима. Потому что у нее в основном черная одежда. И ей просто в ней шикарно. Это ее цвет. Единственное, избегай оранжевого. Это точно не твой оттенок. Это было довольно легко, согласитесь. Время двигаться дальше. Следующая прокомментировала мою фотографию Светлана. И давайте на нее посмотрим. Ага, у нее закрыт аккаунт. К сожалению, видно не судьба. Но, надеюсь, в следующий раз мне удастся тебя поближе рассмотреть. А очередь доходит до Азорина. Вот так вот у нее звучит. Ник Азорин, а она, кстати, 19 лет. Она с России. Охохохохо. Вот такие вот фотографии я больше всего люблю. Давайте я вам покажу парочку. И вы мне скажете, почему. Да. И еще парочку. Все дело в том, что у нее очень часто меняется цвет волос. И определить ее натуральный оттенок просто нереально. Учитывая, кстати, ее любовь к фильтрам, я так понимаю. Это будет непросто. Потому что цвет ее волос... Это круто. Это круто, потому что человек настолько смелый, чтобы так часто менять свой образ. Я лично не настолько крутая. Ну что, давайте с чего-то начинать. Первое. Как и в прошлый раз, начнем с контраста. И честно скажу, я в ее внешности не вижу ничего такого, что цепляло взгляд. А это означает, что девочка точно не зима. У нас остается весна, осень, лето. Она не натуральная блондинка. И у нее не теплая такая светлая кожа слоновой кости. И весна у нас тоже отпадает. Остается у нас осень и лето. И скажу честно, я уже вот сижу, наверное, полчаса, разглядываю фотографии. Они настолько разные, что иногда мне кажется, да, это 100% осень. Или нет, подождите, вот у нее же холодный пепельный цвет у корней. Это определенно лето. Но что меня зацепило? Это первое. Наличие веснушек. Они у нас могут быть, в принципе, во всех цветотипах. Но именно ярко выраженные в осени зачастую. Но брови, они широкие и яркие. Чаще всего это бывает у лета. Но не факт. Потому что вы знаете, как мы любим красить себе брови, да? Еще вот только что я поняла, что у нее какой-то более коралловый цвет губ. Если у Илы был определенный такой розовый, холодный, то здесь что-то потеплее, ближе к коралловому. Просмотрев все ее фотки в аккаунте, я могу сказать, что мне больше всего она нравится именно в таком светло-рыжем оттенке. Если мы вспомним наше колесо цветотипов, мы увидим, что у нас лето находится рядом с осенью. Это означает, что где-то она там посрединке. И я все-таки больше склоняюсь к осени. Ну, потому что она тепленькая. Да, она тепленькая все-таки. А кто у нас самая близкая соседка лето? Это мягкая осень. Да, да, вот она. С такой вот немножечко нейтральной внешностью. Оттенки ей подходят точно такие же мягкие, приглушенные, слегка пастельные, но теплые. Посмотрите, как ей хорошо в таком вот немножко кирпичном. Видите, это не чистый цвет. И это ее оттенок. А вот она ярко-красная. И этот ярко-красный цвет убил ее цвет глаз. Итак, Анечка у нас мягкая осень. Ну что, я думаю, для первого раза достаточно. Честно скажу, мне очень даже понравилось. И я готова снимать такого рода видео дальше. Ну, конечно же, если вам это будет нужно, если вам будет интересно, не забудьте написать мне в комментариях, стоит ли мне продолжать. Если хотите, чтобы в следующий раз я разобрала именно ваши фотографии, отмечайте меня на своих фоточках в Инстаграме. Можно даже хэштейт использовать. Я вас в любом случае найду. Вам огромное спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока.